Анатолий Белый, звезда Московского художественного театра имени Чехова, впрочем, не только театра, но и кино. Снимался в лентах «Метро», «Шагал Малевич», в мини-сериале, кинопоэзии и многих других полюбившихся зрителю фильмах. На сцене МХТ служил 19 лет, но война все изменила. Летом Анатолий принял непростое для себя решение уехать из России, и, видимо, навсегда. Предшествовал этому весьма эмоциональный пост в соцсети, позволя себе процитировать. Да, я ушел из театра и вообще отовсюду. Дослужил, доиграл, скрипя зубами и стеснув зубы свой 20-й сезон в родном МХТ. Чтобы не подставлять театр, я вырвал его из себя с кровью. Сейчас Анатолий живет в Израиле. О свободе и несвободе искусства. Какой облик принимает оно во время войны и каким станет после? И как принимает сегодня в мире российских актеров и русскую культуру в целом? Об этом мы и поговорим с Анатолием Белым. Добрый день. Спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Здравствуйте. Вы во всеуслышании заявляли, что не можете оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Это ваша цитата. Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями. Вместе с теми, кому я играл со сцены, писали вы. И в последний раз вы вышли на сцену МХТ в роли Хлудова в спектакле «Бег». Помните тот последний выход на сцену? Как это было? Ну, конечно, я его помню. Это было очень эмоционально для меня, очень тяжело, потому что роль Хлудова, тема этой роли, тема булгаковского бега совпала, как калька наложилась на действительность. К сожалению, через сто с лишним лет в России происходит все то же самое, что было в начале 20 века. Исход, люди бегут от войны, от решений правительства, от того, что происходит внутри страны. Поэтому мой бег, он был уже запланирован к этому времени. Я уже знал, что я уеду из страны. И поэтому на этом последнем спектакле я, собственно, как можно сказать, практически ничего не играл. Все было уже на полном внутри. Я понимаю, что реакция на ваше решение большей части коллег по театру была, мягко говоря, осуждающей. А был ли кто-то, кто поддержал вас? Ваше решение? Вы знаете, я позволю себе не совсем согласиться с вами, потому что я не слышал резких осуждений в свой адрес со стороны коллег. В основном было молчание. Поддержку я тоже не встретил практически ни в пол. Единственное в разговоре с Константином Хабинским, он произнес мне тогда фразу, что если ты надумаешь вернуться, то двери этого театра для тебя всегда будут открыты. Но это он говорил тогда, что сейчас и как сейчас, сейчас обстановка и в стране, и в театре изменилась. Еще все стало, все стало еще хуже. Поэтому я для себя, конечно же, для себя я не вижу и не мыслю возвращения. По крайней мере, сегодня я утверждаю так. Стало хуже, вы имеете ввиду цензуру? Я имею ввиду все. Я имею ввиду те тиски власти, которые сжимаются вокруг людей, которые выдавливают людей из страны уже физически. Это частичная, так называемая, мобилизация. Вы видите, что происходит. Огромное количество мужчин призывного возраста уходит, убегает от войны. Потому что понимают, что идти на нее бессмысленно, что это бессмысленная мясорубка, в которой они не хотят участвовать и тратить свои жизни, и класть свои жизни на алтарь неизвестно чего. Поэтому, конечно же, ситуация, потому как я слышу от друзей и знакомых, оставшихся в Москве, все в глубокой депрессии. Люди умные, знающие, понимающие, не ослепленные, не зомбированные, думающие, тонкие, коих осталось в России немало. Немало моих друзей и знакомых остались там, живут там и продолжают там работать. И им очень тяжело. Как они это все вывозят, я с трудом себя представляю. О театре мы еще поговорим. Вы родились в Винницкой области. Утро 24 февраля. Для вас стало страшной неожиданностью или вы понимали, к чему может привести политика Путина? Я знаю, что вы неоднократно выходили и на пикеты, и на протесты. Вы знаете, конечно же, было понятно, что в стране происходят совершенно недемократические, мягко говоря, действия. Свобода слова, свобода волеизъявления зажимаются все сильнее и сильнее. Мы это все понимали, и я это прекрасно понимал, что страна катится в тоталитарный режим. Но в того факте, что Россия нападет на Украину, я себе не представлял вообще ни в каком сне, ни в каком, даже в каком-то кошмарном, ужасном сне. Это для меня была абсолютно чистая трагедия. Это число перевернуло всю мою жизнь, конечно же, на до и после. То есть многие, очень многие, даже близкие к власти, не могли предположить, что это произойдет. Я знаю, что недавно в Вильнюсе, в Русском драматическом театре Литвы, вы выступали на одной сцене Щелпан Хаматовой. Это история и песни в стиль нуар в кабаре Петрушевской с легендарным автором в главной роли. Как поступило предложение? Быстро ли согласились? И как проходят эти спектакли? Как вас встречают? Вы знаете, я с Людмилой Стефановной и ее сыном Федей был знаком давно. Я участвовал в этом спектакле какое-то много-много лет назад. Он так сделал, состоит из таких кубиков, что там могут участвовать разные актеры. Вот. В Вильнюсе на этих позициях были я и Щелпан, да. Что я могу вам сказать? Все то, что пишут российские СМИ по поводу того, как это было ужасно, плохо, как люди вставали, уходили, хлопали, как это было безобразно, это все, конечно же, полная ложь. И я, конечно, поражаюсь. Вроде бы институции, как бы, да, СМИ, вроде серьезные, но ведут себя, как какие-то школьники просто. Это, ну, ни в какие ворота не лезет, то, что они там про нас рассказывают. Я могу сказать одно, что я не встретил резкого отрицания культуры русской в Вильнюсе. Самое большое отрицание, самое большое кэнселинг русской культуры происходит, отмена происходит только в России. И именно в России, когда закрывают спектакли Крымова, Туменеса и так далее, когда увольняют людей за их политические взгляды. Вот эта отмена русской культуры самая мощная, идет внутри России. За ее пределами разное настроение. Я не могу сказать, что радужные. И все хорошо принимают и русский язык, и русских людей. Разные есть люди. И я знаю, что и в Тбилиси очень разное настроение. И в Кребалтике, и в Европе. Сейчас мы видим, как разные действия происходят. Не пускают на самолеты, скрывают границы и так далее. Это, конечно, тоже перегибы. И эмоционально я понимаю этих людей. Но глобально я не встречаю отмену русской культуры. Потому что те люди, которые уехали сейчас из России, по моему глубокому убеждению, и это не то, что я себя превозношу или еще что-то, большинство из тех людей, которые сейчас уехали из России, собственно, и представляют русскую культуру. Ту самую русскую культуру, которая всегда в протяжении веков была против власти. Вспомним Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Толстого, кого угодно, Достоевского, Чехова. Эти люди, это представители настоящей, коренной русской культуры. Они всегда были против власти. Они были всегда на позициях гуманизма и за человека. И те же люди, которые уехали сейчас из России, люди культуры, остались на тех же позициях. Гуманизма и любви к человеку. Все остальное, что пишут о нас, это полный бред. Вы могли себе представить в роли эмигранта и каково это? Нет, вы знаете, я... У меня даже в прогнозах в моей жизни не было такого пункта, как отъезд из России. Потому что я прожил там огромное количество времени. И все мои самые, как сказать, этапы становления в веке и в творчестве, и в личной жизни были связаны с Россией, с Москвой. Я этот город очень-очень любил. Очень. Наряду с самой Винницкой областью, где я родился, я писал об этом тоже, что для меня это было неделимое понятие. Это просто поселок Братслав, где я родился в Винницкой области, Мировского района. Это было детство, это было... Была заложена самая большая любовь, которая могла быть в жизни. Она была заложена там. Дедушка, бабушка, родители. Эти атмосферы этого места, людьми, которые ее населяют. Дальше моя жизнь, да, в России. Я жил всегда в России и учился в Москве. И все это было для меня очень дорого и очень близко. Особенно Москва. Я себе даже не представлял жизнь в другом месте. Но сейчас все изменилось. И, к сожалению, моему глубокому сожалению и разочарованию, мое отношение к России и к Москве очень изменилось. Это действительно, как я писал, это как будто выбили из-под ног у меня малую страну и зрителя. Я не ожидал того, чтобы так сильно пропаганда ослепила людей. И это действительно так. Я знаю, что действительно огромное количество людей, совершенно их понятие как-то перевернуто все. Все перевернуто с ног на ногу. И те люди, которые видят ситуацию трезво, их немного. Их все меньше и меньше остается в России. Режиссер Кирилл Серебренников, который не могу не отметить родом из Молдовы, написал большой текст о войне в Украине. Он пишет, что культура всегда про то, что неважно государству. Про милость к падшим, про сострадание, про меньшинство. Поэтому русскую культуру мало кто из государства уважал и почти никто не любил. Вы с ним согласны? Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Я, честно говоря, не знал, что он из Молдовы. Я думал, что он из Ростова-на-Дону. Но, может быть, корни его уходят в Молдову. Он родился в Молдове? Родился. Интересно. Я даже не знаю. Абсолютно согласен. Абсолютно. Это было то же самое. Те мысли созвучные. Культура всегда была направлена на самые лучшие стороны человека. И всегда тянула людей к лучшему. И поэтому, собственно, ее, извините за высокие слова, и ее миссия культуры, чтобы человека вытянуть из его, из вилийного начала к чему-то духовному, к божественному. И вызывать к самым положительным, самым струнам его души. Но то, что происходит сейчас в стране, политика, которая проводится, она направлена в ровно в обратную сторону, к самым низменным чувствам и энергиям человека. К сожалению, и, к сожалению, это поддерживает верх пока что. Анатолий, меня давно мучает вопрос, как человек, снявший неоконченную пьесу для механического пианино, мог превратиться в человека, снимающего совершенно жуткую программу «Бесогон». Для зрителей поясню. Я Никите Сергеевича Михалкове. Знаете, у меня нет ответа на вопрос. У меня тот же самый вопрос. Это какая-то чудовищная метаморфоза, произошедшая на наших глазах. И самое главное, что люди уверовали в то, что они сейчас говорят, то, что они сейчас проповедуют, в том числе и Никита Сергеевич. Это страшно. Это вот это вот самое подмена понятия, о котором я говорил, подмена понятия «Родина», «Апатриотизм», «Любовь к Родине». Все перевернуто на связи с ног на голову. И люди в это верят. Вот что самое страшное. Поэтому, что может вернуть обратно, я думаю, уже ничто. А как это произошло, это тоже огромная для меня загадка и катастрофа личности. Немного сменим ракурс. Как вы думаете, почему в России после полномасштабного вторжения мы не увидели массовых митингов? Нет. Люди выходили, но этого недостаточно для того, чтобы что-то изменить, чтобы заставить власть услышать граждан. Так сработала пропаганда или репрессивная машина? Это страх или стандартная моя хата с краю? Это и то, и другое. Знаете, годами, в последние годы мы все наблюдали за тем, как закручивается репрессивная машина власти в России. И все те выходы на площади, которые были до этого, Болотная, Сахарова, мы были свидетелями того, как людей просто сажали за это. И поэтому к 2022 году в людях сидит просто элементарный страх за свою жизнь и за свою свободу. Люди не выходят уже на улицы и уже не выйдут. В России уже настолько репрессивная машина задолила людей, что их стало и меньше намного, и они уже не выйдут. Это абсолютно животный страх. И опять же таки, я себя причисляю туда же. В последнее время выходить было равнозрачно, равнозначно тому, что ты ее сядешь, тебя заберут или забьют, и так далее. К сожалению, эта ситуация ничего не изменит сейчас в России. Не мое субъективное мнение, дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что сейчас уже нет того количества людей, то есть силы, которая могла бы выходить и изъявлять свой голос. Но и на сегодняшний день мне кажется, что это уже бессмысленно, что власть уже долгие годы направлена не к человеку, а от человека. И все направлено на то, чтобы удержать свою власть, а не для того, чтобы сделать людям лучше. В России жуткая нищета, и власти же ничего не делают для этого. Они только усиливают и красивые. Не знаю, уехав из России, продолжаете ли вы следить за новостями и видели ли вы речь Путина на церемонии присоединения новооккупированных украинских территорий, но было бы интересно узнать ваше мнение, а точнее впечатление. Что это было? Вы знаете, я слежу за новостями в России, но я категорически не слушаю ни того, что говорит этот человек, ни того, что говорит его окружение. Эти бесноватые люди на площадях мне... Я знаю, что они скажут. Я примерно представляю, я просто не хочу, как вам сказать, я могу упасть в очень тяжелое психологическое состояние. Я себя, может быть, оберегаю, сохраняю от этого всего ада, который бельется из их уст. Что я могу сказать? Мне кажется, налицо абсолютная потеря реальности, потеря связи с реальностью, сумасшествия. И люди этого не понимают, то, что страшно. Не те, кто во влах. А Иван Ахлобыстин вы тоже не слышали? Нет, нет, вы знаете, я не хочу. Я не хочу это слушать даже. Я знаю там примерно, что там, о чем что речь, но я не хочу это слушать, что я не хочу себя загрязнять. Какой должна быть Россия, чтобы вы захотели или смогли туда вернуться? Все очень просто. Россия, мне очень бы хотелось, чтобы со временем была страна, которая живет для людей, во имя людей, которая была бы основана на демократических принципах, на гражданских законах, основах, они на каталитарном режиме. Вот и все. И с другой стороны, просто я знаю, что я чувствую и я понимаю, что людей не изменишь, не изменишь. И люди, которые сейчас 67% попадают по последнему вопросу от запросов за политику президента, они же никуда не дерутся, они же останутся там. Поэтому для меня вопрос возврата России очень плотный и очень болезненный вопрос. Я не думаю, что на своем веку я вернусь и что-то произойдет такое, я просто не осмотрю и договорюсь. К моему огромный, меня это очень больно. Есть ли у вас еще предложения, если да, то какие, в каких проектах? Расскажите нам. Ну, сейчас, будучи в Израиле, я активно учу язык. Во-первых, для того, чтобы быть полноценным гражданином этой страны и уважаю те льготы, то, как навстречу Израилю идёт тем людям, которые приезжают новым репатриантам, это, конечно, дорогого стоит. Это страна, я не знаю, какая еще страна в мире, так приветствует своих новых граждан. я учу язык, и у меня есть предложение от театра Кеша, с 11 октября, буквально через неделю я приступаю к репетициям в этом театре нового спектакля, режиссер Александр Баргман из Петербурга, вот есть Жанна Аноя Эвредика, вот, и мы приписали, привели, новую токошку будет, будут участвовать русские, в основном русскоязычные актеры, и израильские тоже, и сыграемый премьер 14 декабря на русском языке, то, как Геша 30 лет назад заявил о себе и открылся как спектакль израильский, играющий на русском языке, вот 30 лет спустя происходит то же самое на новом веке истории, новая алия, новое огромное количество репетриантов, и Геша открывает свои двери для русских людей, которые еще не знают еврита, и мы будем играть спектакль на русском языке, а через 3 месяца мы играем этот спектакль на еврите, поэтому для меня этот такой челлендж очень серьезный вызов самому себе выучить эту роль на еврите, но у меня другого пути нет, поэтому я это сделал. Большое, большое спасибо за откровенность, удачи и сил. До встречи. Спасибо. за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.